Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это последний видеоролик, начитывание книги «Беседа о братстве Николая Николаевича Неплюева». Тут эта книга разделяется на две... Это «Путь веры» и «Голос верующего Мирянина» по поводу предстоящего собора. Вот я сейчас начитаю вторую часть этой книги. Девятое. Отношение церкви к государству и обществу. Очень желательно, чтобы в этом вопросе собор рассеял туман ходячих мнений, отчасти заимствованных у других народов, эпансипирующих себя от веры и христианства, отчасти порожденных собственным грубым религиозным невежеством. Союз между церковью и государством компрометирован тем, что государственная власть желала не служить церкви в ее духе, а пользоваться ею в делах политических и полицейских, находясь для себя полезным и покровительствовать церкви средствами, совершенно не согласованы ни с ее духом, ни с ее достоинством. Скомпрометирован еще более тем, что временные представители церкви не сумели отстоять в этом деле ее жизненных интересов, ее достоинства, простерли отсутствие ревности о правде церковной и благе церкви до того, что совершенно починили церковь государству. Не союз заключили, а отдали церковь крепостную зависимость. Вот чего быть не должно на будущее время. Не союз надо расторгать, а восстановить правду союзных отношений. Грубое религиозное невежество приводит многие к убеждению, будто интересы церкви и государства несовместимы. Взаимно противоречат друг другу. Государство не может и не должно иметь церковный характер, как и церковь не должна иметь характер государственный. Это стало одним из пунктов всех либеральных программ, стремящихся к отделению церкви от государства. Их идеалом является церковь, чуждая государству, равнодушна к ее духовным интересам и государства враждебной церкви, в чем они вполне единодушны не с русским народом, а с союзницей нашего правительства, современной Франции. Союз, который принес нам так мало пользы в годину наших национальных бедствий. Главная причина несовместимости интересов церкви и государства выставляет то, что всякое государство, а Россия в особенности, состоит из разных народностей, исповедующей разные религии, и должно относиться одинаково беспристрастно ко всем, одинаково берегая для всех свободу самобытности и свободу совести. А церковь, будто бы по самому существу своему, не может мириться ни с тем, ни с другим. Что государство имеет эти обязанности, верно, что церковь не может мириться с честным выполнением государственного долга по отношению к народцам и иноверцам, совершенно неверно, и основанно на грубом невежестве, и совершенном отсутствии церковного самосознания. Самое основное учение церкви – ее верховность с заповедью любви и смешение церковной правды с неправдой ее искажений в практике жизни. Вообще, религиозное невешенство не только простецов, но и людей высокообразованных доходит до того, что церковь постоянно смешивает с духовенством и духовным ведомством, перенося на ее те чувства, которые они внушают. Учение церкви постоянно смешивает с самыми грубыми ее искажениями в умах, сердцах и жизни сынов противления. На ответственность церкви возлагает то, что в антихристианской рутине жизни наиболее оскорбляет Бога и противоречит правде церкви его. Для громадного большинства видения буква того, что есть, совершенно заслаяет собой веру, то, что быть должно по правде веры. И это большинство только умеет бросаться из одной крайности в другую, коснеть возлее рутины, что они называют простой верой, или отказываться от веры и становиться врагами ее, удовлетворяясь бесконечно менее разумным, возвышенным и благородным, чем истинная вера, вместо того, чтобы исправить, оразумить и возвысить, облагородить до вечной истины правды Божьей и веру, и умы, и сердца, и весь уклад жизни. Так и буква рутины антихристианской жизни на лоне Русской Православной Церкви совершенно заслоняет собой разумную и благую правду истинного православия, ничего общего с гонениями на иноверцев, старобрядцев и всяких раскольников не имеющие. Напротив, настолько гарантирующие благо всех в силу Верховного Закона Любви, что союз государства с Церковью во всем верно истинному православию может быть только полезным и желанным не только для православных, но и для иноверцев, настолько государство и в области своих отношений к ним останется верным союзником Церкви. И всех трех главных христианских веросповеданий именно истинное православие наиболее гарантирует общее благо. Католицизм наиболее соответствует царству ощущениям в христианстве. В нем пернствует красота внешней формы, буква, обряда, законченная стройность земной организации Церкви. Он наиболее материализованной религией, не звел ее с неба на землю, согласно наклонностям романских народов, принявших и создавших эту форму христианства. Приверженность к букве обязательно приводит к религиозному фанатизму, опасному для всех тех, кто эту букву не принимает. Всякое преобладание буквы над вжитворящим духом противно духу истинного православия. И всегда было в Древней Византии и современной России бессознательным латинством католичествующих налоги православных церквей. Лютеранство наиболее соответствует царству разума в христианстве. В нем перенствует рационализм, христианская философия, что неизбежно приводит к перевеличенной свободе разума, свободам мыслию, исключающим всякую возможность единомыслия и единодушия, всякую возможность стройной организации и не исключает возможность философской нетерпимости, опасна для всех инакомыслящих, что соответствует и наклонностям германцев и англосаксов, принявших и создавшую эту форму христианства. Все фанатики догмата, все, что на лоне православия носит характер богословской схоластики, есть чуждо истинного православия, проявляющегося гораздо раньше Лютера в богословских спорах религиозных партий Древней Византии. Истинное православие – правоверное христианство, как его понимает Евангелие, спасители мира, о котором сказал апостол. Если даже ангел с неба будет вам благовествовать иное, да будет анафема. Галатам 1 глава 8 стих. Каким его понимают послания апостольские и отцы первых веков наиболее соответствуют мировой и вечной правде Божией, царству любви, что естественно и быть должно для истинного православия, неискаженного правоверия на основе того нового заветного откровения, которое провозгласило единую верховную заповедь любви. Для грешного человечества грешно именно тем, что слишком бедно любовью, чтобы быть единодушным створцом, покаяться и значит возрасти в любви, спасти и значило быть миротворцем, примирить с любовью Божию, вознести горе сердца, преобразить до верности Богу любовью, почему и сказано «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Матфея 5.9. Это истинное православие, наиболее мистическая форма христианства. По понятиям грешного человечества, для которых ощущение и разум более свое, более реально, нежели любовь, сила, которая более зависит от причастия благодати Божией, сознаваемое грешным человечеством, как нечто чуждое, противоестественное, мистическое. Очень замечательно, что именно греков и славян, не отменивших православие, обвиняют именно в мистицизме, в недостатке культурной практичности и рационализма. Я говорю, не отменивших, а не оставшихся верными, потому что они никогда не дорастали до верности ему в практике жизни, ни в Древней Византии, ни в настоящее время, что и составляет их несчастье, проклятием жизни их, привело их в настоящее время к неверию, погрузило в бездну позора и преступлений. Вот что собору надлежит выяснить, громко провозгласив, что русская православная церковь верит не в рутину жизни церкви византийской, признает согласной с православием не в современную рутину жизни церковной, не в букве какой-либо церковной рутины, не в букве каких-то либо прежних соборных постановлений и канонических правил, желает быть верно оживотворяющему духу новозаветного откровения, Евангелия вечной истины правды Божьей, Богу Живому, Живому Христу Его и Верховной Западе Любви новозаветной церкви их. Тогда рассеется туман лжи и клевет, лжи и клевет не только врагов церкви, но и рутины жизни, самих верующих, более оклеветавших церковь, чем злейшие враги ее. И все поймут, что церковь – любящая мать, а не злая мачеха. И все поймут, что союз с ней государством может быть только желательно и благотворным. Что отделение церкви от государства равносильно общественному бедствию для всех, не исключая иноверцев. Второй причиной несовместимости интересов церкви государства и невозможности союза между ними выставляет то, что власть государственная будто бы зиждется на насилии, а христианская нравственность будто бы требует непротивления злу и не мирится ни с отправлением правосудия, ни с исполнением служебных приговоров, ни с отбыванием воинской повинности, ни с присягой, ни с чем из того, в чем нуждается государство для своего существования. Не будем ошибаться. Не граф Толстой привил многие из этих взглядов к русскому обществу, а религиозные измышления графа Толстого пользовались большой популярностью именно потому, что талантливо сформулировали горячие мнения и попадали в тон того хаоса религиозных и нравственных понятий, по которому оказывается, будто христианство соответствует только анархии, зло – добро, а добро – зло. Злых жалеть надо, а добрых жалеть не надо. Злые вольны совершать всякие преступления, а добрых государство защищать не должно, и сами они не имеют права на самозащиту, даже и в форме обособления от зла и злых. Хаос понятия в этой области так велик, что нужны были бы целые тома для того, чтобы распутать запутавшиеся нити мыслей и опровергнуть все нелепости, выдаваемые за христианские аксиломы. Достаточно будет, если собор выяснит разницу между соблюдением заповедей, не убей по букве и по духу, разницу между самовольно убивающими и защищающими от убийц. Достаточно будет, если собор напомнит, что сам Господь обособляется о злых со всеми верными себе за стенами Иерусалима Небесного, изгоняет согрешивших из рая, вставит в ворот рая Херувима с огнепылающим мечом, означающим несоменную силу отражающую, огражает неместность сион воинством небесным, легионами ангелов, имеющих верховным вождем своим архиэнстартигой Михаила. Достаточно будет выяснить, что самая жизнь на Земле, самое рождение, день которого хуже дня смерти, общий закон увядания болезненности, умирания в этом мире, проклятым в делах человеческих, где все портится, гниет, ржавеет, старится и уничтожается, как и самое неизбежное общее явление, смерть, грехом в жизнь, мира вошедшая, все это разные виды казней, допущенных самим Богом живым, как неизбежная правда греха, отсутствие единомысля с высшим разумом мира и единодушие с высшей любовью. Достаточно будет выяснить, что Господь, никого не насилуя на добро, в полной мере признает право добрых быть огражденными от насилия злых за стенами Иерусалима Небесного. Почему и Церковь Христова никогда не могла отрицать за государством неотъемлемого права защищать войсками, судами и казнями мирных жителей от воров, разбойников и всяких нарушителей законов порядка, что союзное государство Церковь не может не благоставлять всего, что делается государством для защиты мирных жителей и мирного благоденствия страны от врагов внутренних и внешних. И союз Церкви с уважающим своего союзника государством может только отразиться на то, что верный союзник Церкви будет не совершать ненужное насилие над своими подданными и чужими народными, а честно защищать от насилия, отражать насилие, что не может не быть для всех честных людей желательным. Если бы спросили весь русский народ, ясно выразив то, что у него спрашивают, желает ли он отделение Церкви от государства, желает ли он, чтобы царь перестал быть православным царем. Россия, православная Русь и русский народ забыл Бога и перестал жить по Божьей, а не раскаялся в том, что он недостаточно по Божьей живет. Этот плебисцит, наверное, то есть наверняка, привел бы не к раздражению союзом между Церковью и Государством, а напротив, к ее скреплению. Те, кто обманно настраивает народ против Церкви, пользуясь его темнотой и неспособностью различать истинную Церковь от ненравящегося священника и понять, что Бог живой и истинная Церковь одно и то же, совершает нравственное насилие над народом. Худшее, чем все те насилия, против которых так ярко, так яростно восстают народники и освободители. Они хотят духовно связать народ и повезти его туда, куда он идти не хочет. Они хотят обманом оторвать его от мировой гармонии, убить в нем цемент любви, закрыть душу его для воздействия благодати и тем сделать его пылью мира, негодной для созидания Царствия Божьего. Все это должно быть выяснено собором и государству должно быть предложен честный союз вместо прежней крепостной зависимости. Основы союза желательны приблизительно такие. Православная Церковь остается государственной не в смысле каких-либо стеснений иноверцев, а в смысле признания для верховной власти обязанности исповедовать православие и руководство православными понятиями правде и благе народном, что одно дает Церкви право называться ей благоверной и благочестивой. Если бы это было признано невозможным и в угоду общественному мнению и новому конституционному режиму, власть признала бы для себя православие необязательным. Церковь должна была бы, чтобы ни себя, ни других не обманывать и не быть укрывательницей и пособницей зла, а заботиться тем, что для всех было ясно, что она, сочувствие государству и содействие ему во всем, что признает в деятельности его за добро, не считает его более православным и не принимает на себя никаких нравственных ответственностей за его деятельность. По отношению к обществу освобождение от крепостной зависимости Церковь обязана тоже стройно согласовать свою деятельность с правдой веры и верховной заповеди любви, о новозаветное откровение, не имея более никаких для себя извинений и оправданий, если она этого не сделает. Характер этих отношений из ветхозаветного должен быть стать новозаветным. Из рабства подзаконного, свободной славы, чад божьих, Церковь не перестанет быть воинствующей, но должна согласовать свою тактику борьбы со злом, с духом новозаветного откровения. Его верховного завета любви должна во всем перенести центр тяжести с буквы на дух животворящий. Не в смысле уничтожения какой-либо буквы, но в смысле полного подчинения всякой буквы животворящего духа, признавая совершенно второстепенное значение буквы, без чего всякая буква непременно будет мертвящей. Так и в делах борьбы со злом. Слово «борьба» название церкви воинствующей. Все это буква, животворящий дух которой, согласно Верховному завету любви, совсем не борьба и не воинственное настроение, а мирное дело обособления от зла, стройной организации добра, самоусовершенствования и создания мирного благоденствия, жизненностной веры, действующей любовью. Церковь должна совершенно отказаться от всякого буквоедства, как в области веры, так и в области нравственности, должна цельно перейти с пути борьбы на путь мирного созидания и верующих призывать на тот же путь мирного созидания добра в себе и жизни своей вместо аскетической борьбы со злом в себе, приводивши только очень немногих к добру, а громадное большинство, оставлявшие в положении лицемеров в теории признающих спасительность аскетического подвижничества и соблюдающих букву постов, на прагике предаваясь необузданной распущенности и не воздерживаясь ни от каких преступлений, вплоть до самодовольного систематичного поругания правды Божией и отвержения его Верховного Завета, любви всем складам умов и сердец, всем укладам жизни и отношений. В свободной от крепостной зависимости церковь обязана стать твердо на путь разумного исповедания Животворящего Духа Правды Божией и разумного осуществления этой правды в жизни верующих на лоне церкви поместной. Этим исчерпывается программа отношений церкви к государству и ко всем областям жизни общественной. 10. Соединение церквей В сплочении злых и сильной организации зла всему тому, что современные антихрицы называют политической и социальной борьбой, церковь должна противоставить сплочению добрых и стройную организацию добра. Высшим проявлением добра на земле должна быть Церковь Божия, которые не должны показать добрый пример единения в духе любви и взаимного уважения. Пора перейти от молитвы о благоденствии святых Божьих церквей и соединении всех к честному созиданию этого мирного благоденствия и любовного единства. Пора прекратить великий соблазн вражды и враждебной отчужденности христианских церквей, признающих обязанность поклоняться Богу Живому в духе и истине, признающих Христа Спасителем мира, Единым Учителем и Вечным Главой Своим. Обязаны знать его Верховный Завет Любви и не умеющих стать выше пререканий о букве догматов и обрядов, а о букве проявления благоговения и благочестия до того, бедных любовью, что не имеют потребности, оставаясь каждой при излюбленной букве, установить общение любви между собой во имя Бога, во имя верности Христу, во имя самых насущных потребностей блага христианского мира и всех святых божьих церквей. Собор обязан громко заявить, что не Господь остается глух постоянным молитвам о благоденствии святых своих, святых божьих церквей и соединений всех, а церкви поместные, установив букву этих молитв, сами ничего не делали для осуществления того, в чем, потому напрасно и просили помощи у Бога. Собор должен покаяться в том за русскую православную церковь и сотворить плод достойной покаяния в духе любви и уважения ко всем христианским церквам, обратившись к ним со словом смиренного покаяния и братского призыва. Установить на будущее время общение любви достаточное для сплочения всего христианского мира в одну силу, в одну любовь, совсем не затрагивая вопрос о преимуществах догматов и обрядов, не становясь самовопросниками века сего. Для этого очень желательно было бы приглашение на собор хотя бы по одному представителю от всех христианской церкви с правом совещательного голоса, что и было бы первым шагом к общению любви и дало бы возможность обсудить вопрос о формах, в каким могло бы быть осуществленное постоянное общение любви между всеми христианами на пользу всего христианского мира. Лишь бы все возвысились в любви до того, чтобы могли искренне сказать, мы дорожим догматами и обрядами церкви нашей, но Бога живого, живого Христа, живой церковь, их, любим больше всякой буквы догмата и обряда, и потому желаем общения и любви со всеми их любящими. Велика будет ответственность собора перед Богом, Церковью Божией и всем христианским миром. Если он этого не сделает теперь, когда объединишь антихристы и столь многих соблазнять своих антихристианскими программами, злобой, мщения, гордости, корысти, эгоизма, борьбы и насилия безразлично под флагом консервативного обскурантизма или под флагом социал-демократии и анархии. Надо стать высших сколастики и фанатизм православной буквы, чтобы явить миру жизненную правду царствой силы и славы и желтворяющей духа Церкви Христовой. Одиннадцатое. По моему убеждению, единение между всеми сынами света. По моему убеждению, собор должен пойти еще дальше и по крайней мере выразить пожелание единения между всеми сынами света, всеми признающими единого Бога, высшую любовь и высший разум мира. Если сделать больше на пути установления общения любви с ним пока еще невозможно, и на этот союз на добро нужен в настоящее время дружного сплочения всех врагов Божьих. И этот союз должен быть потребностью любви для нас. Если мы действительно представители живой любви, а не сухие теоретики и не софисты христианства, собор, выскажившись за это общение, может тем, посадить общественному движению в этом направлении. Может быть, и возникновение международного союза всех друзей мирного благоденствия народов, и тем подготовить почву для возможности постоянного общения любви не только между христианскими церквями, но и христианских церквей со всеми поклоняющимися единому Богу-творцу. И таким образом объединяются все, стремящие Богу живому и желающие быть Божьими против ненавидящих Бога, поклоняющихся кумиру материи и желающих быть свободными от веры в Бога, от любви и разумной логики любви в жизни. Это насущная потребность человечества, передавая нами эпоху и естественную потребность любви во всякое время. Двенадцатое. Очень полезно будет, если собор выскажется и по вопросу об отношении сынов света к сынам тьмы и их деятельности. По логике веры и любви нужно прежде всего обособление сынов света от сынов тьмы для того, чтобы не делаться участниками в делах и для того, чтобы объединиться сплотиться между собой и дружно приступить к разумному деланию добра и разумной организации жизни на добрых началах, совершается суд над великой блудницей, объединенным злом, свободно проявляющим свои индивидуальные особенности, понимая свободу и самоопределение в смысле свободы и бесноватости и уже став на тот путь социализма и анархии, который неминуемо приведет к самоистреблению, к тому кровавому потопу, который предсказан святым Иоанном Богословом в Апокалипсисе, к совести верующих должен громко прозвучать его призыв, выйдя от нее народ мой, обособление от зла в ковчеге, добраясь непременное слово, условия свободы добра и честного осуществления добра в жизни. Верующие должны более заботиться о честном обособлении от зла и честном осуществлении добра среди обособившихся от зла, чем навязан любви и бессистемной благодеянии сынам тьмы, пока не мирятся с тьмой и не желают от нее обособляться. По логике веры и любви обособившихся от зла должны более проповедовать делом жизни своей, чем припираться на словах о совопрестниках века сего. По логике веры и любви и отношения к сынам тьмы и дела тьмы должны сводиться для обособившихся от зла к самозащите, к обличению злых их лукавых мудрований и их злых дел, всего же более именно к обособлению от них к тесному сплочению добрых, естественно для них братское единство и разумное осуществление правды Божьей. Святая святых этого братского единства, возлюбивших друг друга по единомыслию исповедания до способности нести тот же крест веры, любви и труда во след Христу или Богу живому, что равнозначащее. Вот что, по моему мнению, полезно высказать собору, как совет мудрой любви в настоящее время, когда печать гордость и так ярко горит на столь многих людях, гордых мудростью книжной и забывших, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И что знание надмевает, а любовь научает. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. На столь многих делах под прелогом блага человечества, приводящего большинству к злу и худших скорбям, многие скажут, откуда взять нашему бедному любовью обществу силу любви, нужную для проведения в жизни этой программы. Я отвечу им, из того же источника, из которого христиане могут и должны черпать силу любви, достаточную для того, чтобы быть нелицемерными христианами и честно жить по вере, действующей любовью. Не смею сомневаться в том, что собор перед этим вопросом не остановится и признает, что как бы немощны не были представители русской православной церкви, искреннее покоение откроет душу их для воздействия благодати Божией, что сила благодати Божией безмерно превышает всякую немощь нашу и может вознести нас до такой мудрой любви, при которой русская православная церковь станет светом мира и солью земли, чему послужит доброй волей своей, да благословит Господь предстоящий Всероссийский или Вселенский Собор. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя.